Кому праздники, а кому время проявить особую бдительность. Запорожские пенитенциарии отчитались о результатах двух спецопераций, проведенных накануне и в период новогодних праздников. Подробнее расскажет наш корреспондент. С 31 декабря и по 8 января продлилась операция ЩИТ во всех 11 исправительных учреждениях области. В течение этого времени ни в одном из них не зафиксировано ЧП или преступлений, несмотря на то, что службу в период праздника внесет меньшее количество сотрудников, нежели обычно. До этого в течение всего декабря действовала операция «Заслон». Ее цель – не допустить передачи в колонии СИЗО запрещенных предметов, а также не дать спецконтингенту их изготовить. Проводилось 22 общих обыска, когда полностью вся территория учреждений подвергалась обыскам. И 498 выборочных обысков определенных объектов. Во время проведения операции «Заслон» у нас было изъято 21,8 граммов наркотических веществ, 35,9 литров спиртных напитков, 418 гривен и 21 мобильный телефон. Чтобы передать эти вещи по ту сторону забора, люди проявляют недюжинную фантазию. Недавно даже были задержаны граждане, пустившие из арбалета на территорию колонии «Стрелу» с привязанными к ней запрещенными предметами. Но это случай особый. Основных же каналов передачи – пять. Это переброс запрещенных предметов через забор колонии. Второй канал – это передача родственниками и близкими осужденных в посылках и передачах запрещенных предметов. Следующий – это попытка проноса запрещенных предметов во время краткосрочных и длительных свиданий. Еще один канал – это попытка поставки запрещенных предметов через автотранспорт, который заезжает на территорию учреждения. Кроме того, иногда передачей подобных посылок занимаются сотрудники учреждений. В 2012-м на территории Запорожской области были взяты с поличным двое таких нечистых на руку. А что до изъятых предметов, то от них избавляются по-разному. – Спиртосодержащие вещества уничтожаются комиссионно, естественно. Ну, выливаются, как правило, выливаются. Наркотические вещества передаются сотрудникам милиции. Мобильные телефоны хранятся у нас на складе, который находится за территорией колонии. Впоследствии мобильники могут быть уничтожены, но чаще их передают в пользу государства, как и изъятые деньги. Всего же за 2013 год при попытке передать в охраняемые зоны изъято почти 8 тысяч гривен, более 200 литров спиртного, более 6,5 килограммов наркотических веществ и более 1700 мобильных телефонов.